Конфликт исчерпан. Директор школы номер 26 города Волчанска восстановлен в должности. Дело закончилось с примирением. Как противоборствующим сторонам удалось прийти к единому мнению, знает Павел Чумаков. Участники трудового конфликта в Волчанске разделились на два лагеря. Чтобы выслушать мнение обеих сторон, Виктору Шепкию пришлось побывать сразу в нескольких горячих точках. Сначала в местном дворце культуры свои доводы высказали сторонники градоначальника Александра Вервейна. Ни при одном мэре у нас столько не делалось. Мы относимся ко всем этим людям, молодые люди, молодая команда. Они очень хорошо себя проявляют именно в работе, в заботе о нашем городе. В редакции местной газеты «Рабочий Волчанск» собрались оппоненты главы. Экс-мэры, а ныне депутаты Гордумы поддерживают бывшего директора школы номер 26 Сергея Воронина. Это все просто как бы показуха. Мы любим своего директора, мы его уважаем, он грамотный специалист. Напомню, конфликт начался в конце прошлого года. Тогда глава города Александр Вервейн расторг контракт с директором школы номер 26 Сергеем Ворониным. Такое решение накалило обстановку в учительском коллективе и среди учеников до такой степени, что 13 января школьники вышли на несанкционированный митинг в защиту своего директора. Воронина! Воронина! Свою позицию в отношении и действующей власти в городе, а также учителей школьников и их родителей Сергей Воронин обозначил следующим образом. Ситуация, в которой оказался я, она, мягко говоря, не то что некрасива. Я, 22 года проработав в школе, не достоин того, чтобы об меня вытирали ноги. И тем более я понимаю, что за мной стоит коллектив. Люди, которые поддержали меня, от родителей и детей до сотрудников, собственно, они со мной, наверное, связывают и свое будущее. Четыре часа. Столько потребовалось секретарю регионального отделения «Единая Россия», чтобы достичь примирения сторон. Стороны достигли договоренностей и в судебных спорах на приемлемых для себя условиях. Контракт на новых условиях заключен, причем эти условия, они современные, так как сейчас в соответствии с законом в образовании в автономных учреждениях заключают так называемые эффективные контракты, где у руководителя достаточно подробно прописаны все его полномочия и достаточно подробно прописаны все условия для начисления соответствующей заработной платы. Виктор Шептий также отметил, что органы местного самоуправления достаточно самостоятельны и способны принимать подобные решения без вмешательства в конфликт областных и федеральных властей, а уж тем более детей. Павел Чумаков, Павел Леонов. События ОТВ.